Продолжаем читать шахматные книги, читаем стратегию Эншпиля Михаила Шерешевского. И в этой партии, которую играли между собой дворецкие и смыслов, дворецкие белыми, смыслов черными, великий чемпион мира, признанный мастером Эншпиля, недооценил важность централизации короля, за что, собственно, поплатился поражением. Если мы посмотрим на позицию, не надо пугаться, что у черных лишний ферзь. Понятно, что черные сейчас будут защищаться от шаха, и ферзь будет скушенный. Почему в книге приводится именно эта позиция? Потому что здесь черные должны были решить, во-первых, какую пешечную структуру оставить белым. Во-вторых, они должны были решить, куда повезти своего короля. Что касается пешечной структуры. Что касается пешечной структуры, если бы черные пошли, например, как-то ферзь Д4, не нужно тут кричать, что зачем ставить ферзя под бой. Ферзя так и так съедят. Мы сейчас решаем вопрос пешечной структуры. И ушли королем, допустим, на Е8. Белым было бы очень сложно играть на победу. Почему? Потому что все-таки сдвоенные пешки Ф, они как-то слабо двигаются, если можно так сказать. В партии черные пришли к выводу, что надо было пойти король С8. И пошли они король С8, что оказалось плохим ходом. В результате чего белые побили ФЕ. Казалось бы, какая разница на какой линии сдвоенные пешки. На линии Ф или на линии Е. Но сдвоенные пешки в центре очень часто помогают захватывать пространство. Сдвоенные пешки Ф в рассмотренном варианте явно никак бы не могли... Так, не здесь, не здесь, не здесь. Сдвоенные пешки Ф никак не могли помочь захватить пространство белым. Да, то есть максимум можно было пойти Е5, черные пошли слону Е7, Ф6, предложили про измену и все. Захват пространства на этом бы закончился. Вот. Сейчас же, после хода король С8, когда король удаляется от центра, белые бьют ферзя, черные ходят в Ж6. Теперь, что делают белые? Белые захватывают пространство и ограничивают движение черного слона. Слон собирался на Ж7, ну и ему как бы закрыли весь обзор. Теперь приходится, приходится черным ходить Ф6. Приходится. На что? На что? Ни в коем случае, конечно, нельзя допускать проигрыша пешки. Так или иначе, приходится бить. Казалось бы, вынужденный ход. Но, поскольку была сдвоенная пешка по линии Е, сейчас на место белой пешки Е5 устремляется пешка Е3. Пешка с Е3 идет на Е4 и дальше на Е5. Таким образом, захватывается пространство. Пешка Е5 становится страшной проходной. А король черных еще на первом ходу, получается, решил уйти, как будто никакой проходной пешки и не будет. Что оказалось неправильно. То есть, белая пешка пошла на Е5. Ну, почти пошла на Е5. Вот следующим ходом пошла на Е5. А черный король далеко от пешки. И за счет этого белые выигрывают партию. Черные упустили централизацию короля. Теперь посмотрим, как играют белые. Казалось бы, услышав столько много приятных слов про централизацию короля, белые должны были пойти король Ф3, король Е4. Но Эншпиль это не просто игра схемами или игра по шаблону. Нужно все-таки понимать, за счет чего мы собираемся выигрывать. Здесь, в этой позиции, белые могут выиграть либо за счет своей проходной Е, либо за счет выигрыша слабых пешек черных. В данном случае слабая пешка Ж6, потому что король слишком далеко от нее и отрезан. Если бы белые пошли король Ф3, черные могли бы где-то даже стоять на месте. Даже вот где-то пойти ладья Е8. Ф8, например, король Е4, ну и, например, ладья Е8. И не совсем понятно, как дальше играть белым, потому что ходить пешка вперед дальше не может. Король ограничен действиями черной пешки Ж6. И только за счет проходной пешки Е не выиграть. Соответственно, что решили для себя белые? Поскольку пешка Е не простая проходная, а защищенная проходная, то она не требует внимания короля. И король пошел давить на пешку Ж6. Да, вот после съедения пешки Ж6 у белых будет уже не одна проходная Е, а связанные проходные. Что должно привести к победе? Черные пошли Б4. Обратите внимание на ход белых. Хочется, конечно, побить. Но, с другой стороны, зачем бить, если нас побьют и никакой проходной у черных не получится? Вот белые пошли король Х4. Продолжают свой план. Ладья Е8, король Ж5, ладья Е6. Казалось бы, все, план белых не удался. Проходная пешка Е остановлена, пешка Ж6 не выиграна. Но что делают хитрые белые? Они могли, конечно, нанести удар Ф5. Но зачем ослаблять свою пешку Е? Допустим, ЖФ, король Ф5, ладья Е8. Да, позиция намного сильнее у белых. Но, поскольку пешка, так сказать, изолированная, где-то может даже переход в Эншпиль спасти черных. Не факт. В Эншпиль имеется в виду в пешечной. Не факт, конечно, что спасет. Скорее всего, даже нет. Но гораздо техничнее пошли в партии белые. Они просто рассчитали вариант, что вторжение в лагерь позволяет все-таки выиграть пешку Ж6. От маневра король Ж7, король Ф7 спасения нет. Да, то есть, можно только заранее, там, не знаю, ну, скушать, допустим, пешку, да. И на король Ж7 заранее уйти ладьей, чтобы хотя бы ладью не проиграть, да. Но тогда белые спокойно кушают, да. Спокойно вот кушают все. Даже обратите внимание, кушают они не все. Пешка Х5 им уже сто лет не нужна. Они создали себе связанные проходные. И спокойно проводят их в ферзя. Проведению этих пешек помешать невозможно, потому что поле превращения контролирует белый король. И белый король находится рядом с белыми пешками. На одно нападение пешка двинется вперед. На другое нападение другая пешка двинется вперед. И спокойно превратятся в ферзя. Чему научила нас эта партия? Несмотря на то, что черными играл бывший чемпион мира, причем тот чемпион мира, который вошел в историю как сильнейший мастер Эншпиля, даже сильнейший мастер Эншпиля недооценил важность централизации короля, особенно в защите. Чем слабее наша позиция, тем важнее держать короля ближе к центру. Потому что централизация короля часто позволяет исправить какие-то недостатки позиции. Он пошел король С8, и за счет того, что прозевал создание проходной пешки Е, и оказался отрезанный от этой пешки, он и проиграл партию. Чему же нас научила игра белых? Чему же нас научила игра белых? Что если слабейшая сторона должна стремиться к централизации короля, то сильнейшая сторона не должна шаблонно выполнять централизацию, а должна высматривать планы игры на выигрыш. Если нельзя выиграть с помощью превращения пешки в ферзя, тогда надо что делать? Надо искать какой-то другой конкретный план выигрыша. Например, план выигрыша слабой пешки Ж. Собственно, здесь белые сыграли не шаблонно король Ф3, король Е4, а конкретно король Х3, король Х4, король Ж5 с выигрышем пешки.